Никакие морозы не страшны, если путешествовать по виртуальной реальности. Побывать в самых популярных местах Байкала и увидеть природные достопримечательности, можно буквально не вставая с дивана, с помощью специального приложения на смартфон. Его разработали иркутяне, чтобы весь мир смог оценить красоты нашего озера. На собственном энтузиазме работают и те, кто решает экологические проблемы Байкала. Речь идет о волонтерах. Кто им помогает в этой непростой работе, расскажем прямо сейчас. Когда трава начинает растя, она выйдет вот здесь, растяйте, и вот такой она может появляться вот здесь. Вот так, шаг за шагом, волонтеры Ассоциации «Большая Байкальская тропа» обновляют туристические маршруты по берегам Байкала. Все ради защиты уникальной природы и безопасности самих отдыхающих. Только в этом году волонтеры обустроили 540 метров эко-тропы в рамках масштабной экологической акции «360» компании «Эн Плюс Групп». Эти итоги и планы дальнейшего сотрудничества с крупным бизнесом детально обсудили на ежегодной встрече. Практически каждое лето я езжу бригадиром на проекты «Большая Байкальская тропа». Это летние проекты, которые проходят в течение двух недель на Байкале. В этом году был интересный опыт. Мы были бригадирами на акции «360» и руководили группами волонтеров, которые устанавливали пикниковые зоны и убирали мусор на территории Прибайкальского национального парка. Эта эко-акция была уже девятой по счету. Ее участники не только собрали шесть камазов мусора с берегов Байкала, но и обустроили тропу, установили три пикниковые зоны. Интерес к волонтерству растет вместе с ростом качества подготовки акций и экспедиции. Сделать, в частности, работу добровольцев Большой Байкальской тропы проще и комфортней вот уже восьмой год помогает «Н-Плюс Групп». Современные инструменты, палатки, аптечки, спецоборудование, а еще обучение – все это взял на себя крупный бизнес. И это лишь часть масштабной совместной работы. Это разведки на проекты, когда мы наших ребят отправляем, чтобы они полностью знали свой объем работ перед тем, как они будут проводить этот проект. Это возможности наших поездок по России. Это детские программы, это экообразование. Совместные планы на будущее не менее серьезные. Так, в следующем 2020 году популярнейший пеший туристический маршрут на Байкале ждет масштабная реконструкция. Тропу расширят, на ней появятся дополнительные ограждения. В некоторых местах установят информационные аншлаги и стрелки с указанием ближайших населенных пунктов. Все это должно стать стимулом к развитию экотуризма, а значит и способствовать защите Байкала от мусора и негативного воздействия человека. Компания с 2011 года реализует комплексную программу по защите озера Байкал и особо охраняемых природных территорий. И мы стараемся заботиться о Байкале круглый год и делать это по самым разным направлениям. Мы гордимся такими надежными партнерами, как Ассоциация «Большая байкальская тропа». Поэтому можно с уверенностью сказать, что благодаря совместным усилиям крупного бизнеса и некоммерческих организаций Байкал действительно становится чище. Олег Федоров, Алексей Бондаренко. Новости по будням.